15 сентября студенты набережной Челнинского института Казанского федерального университета приняли участие в конкурсе студентов-автомобилистов автосессии 2022. Соревнования проводили с целью закрепления знаний правил дорожного движения среди молодежи. Всего в конкурсе участвовали 11 команд. Вот уже 13 раз в нашем городе проводится подобный конкурс. Особенности то, что в этом конкурсе, который называется автосессия, участвуют студенты нашего города. Это высшее учебное заведение, среднеспециальное учебное заведение. Так уж сложилось, что история показывает, что студенты – это самая активная часть нашего общества, любого государства. Конкурс состоял из двух частей – знания правил дорожного движения, где студенты демонстрировали знания теоретической части в течение 10 минут. И фигурное вождение автомобиля, где задача участников была показать свои умения на практике, а именно пройти препятствия в виде змейки, параллельной парковки, гаража и так далее. Ребята показали свои знания ПДД и вождение на площадке и заняли четвертое место. Мероприятие очень интересное, побольше, чтобы его проводили в нашем городе и желательно, чтобы в других городах тоже старались проводить такие молодежные движения. Это показывает уровень знания ПДД, уровень знания вождения людей, чтобы действительно все старались ездить аккуратно и не нарушать те же самые правила дорожного движения. На данном мероприятии участвуем не первый год, стараемся участвовать каждый год. Каждый год получается занимать призовые места. На соревнованиях готовимся. Сложности есть, бывают ошибки, нюансы, но мы стараемся все это исправлять, тренироваться. По итогам городского этапа конкурса команда Набережно-Челнинского института КФУ одержала победу, а ребята были награждены ценами, подарками, кубками и медалями. Кроме того, четыре команды, в число которых вошла команда Набережно-Челнинского института КФУ, примут участие в зональном туре 19 сентября и смогут отправиться на республиканские соревнования. Елизавета Никитина, Центр медиа-коммуникаций Набережно-Челнинского института КФУ, Универньюс.